В городе Булонь-Сюрмер на севере Франции 5 часов утра. Рыболовный траулер Мармусет-3 выходит из гавани. Для рыбаков начался новый рабочий день. Совладельцу судна Пьеру Ле Претро 32. Он потомственный рыбак и хорошо знает все лучшие для ловли места. Пять поколений семьи Ле Претро занимались этим промыслом на берегах Ла-Манша. В настоящее время мы ловим в основном кальмаров. Сейчас их сезон. Конечно, попадется немного Мерлана из Кумбрии. Пока мы находимся во французских водах. Но вполне возможно, что к концу дня окажемся в Британске. Это же совсем рядом. По правилам ЕС, все европейские суда могут свободно забрасывать сети в любых водах стран-членов сообщества с учетом определенных ограничений к вод. Великобритания с ее длинной береговой линией и богатыми рыбой-водами – излюбленное место для иностранных рыбаков. Всего через полчаса Мармусет-3 войдет в британские воды, где и проводит обычно три четверти рабочего времени. Экипаж готовится к первому маневру дня. Это так называемый датский донный невод. Он состоит из мотни и двух крыльев, постепенно сужающихся от середины к концам сети. Рыбаки с нетерпением ждут результаты. Их заработок зависит от улова. В этом и вся прелесть нашей работы. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Это не завод, где закручивают гайки. То много рыбы попадается, то совсем ничего. Улов оказался удачным. Рыбы очень много – несколько сотен килограммов. Но у рыбаков нет времени на ликование. Им предстоит еще много работы. Выловленную рыбу надо первым делом тщательно отсортировать. Это будни рыбака. Вот приходится сортировать рыбу. Это немного монотонно. Нужно делать это постоянно. Но эта работа тебе все еще нравится? О да, особенно когда вот такая хорошая рыба попадается, ты только посмотри. Это потрясающе. Работа изнурительная, и команда едва успевает передохнуть. Но в последнее время к повседневным тяготам добавилось чувство тревоги, которую испытывают все рыбаки на берегах Ла-Манша. Брексит ставит под угрозу само существование их профессии. Если сделка между Лондоном и Брюсселем не будет заключена, то доступ к британским территориальным водам французским рыбакам будет закрыт уже через несколько недель. Если это произойдет, это будет смертный приговор французским рыбакам. Если мы не сможем больше ловить рыбу в британских водах, то на это уже и не проживешь. Пьер Ле Претер разделяет эти опасения. Ему и его деловым партнером рыболовный траулер обошелся в 2 миллиона 700 тысяч евро. Тем не менее, Пьер с пониманием относится к тому, что 90 процентов британских рыбаков на референдуме в 2016 году проголосовали за Брексит. Европейское законодательство становится все жестче и все абсурднее. Вот честно, это просто ни рыба, ни мясо. Все уже сыты им по горло, вот и все. Не только англичанам надоело им исследовать, но и тут во Франции чаша терпения переполнилась. Французские рыбаки озабочены, но не теряют надежды. Ведь если сделку по Брекситу удастся заключить, доступ к британским водам сохранится в течение переходного периода. И для выработки нового рыболовного соглашения времени будет достаточно. Но и в случае Брексита без сделки британцы, скорее всего, захотят договориться с другими странами по поводу рыболовства. «Они не могут реализовать всю свою продукцию в Британии. Для экспорта им нужна Европа. Они не могут все оставить у себя. И потому ты полагаешь, что удастся договориться?» Ну да, это аргумент переговоров. Мы скажем, вы сможете экспортировать свою рыбу в Европу, а мы сможем заходить в ваши воды. С наступлением темноты погода резко меняется, и ловить рыбу становится все труднее. На Мармусет-3 решили вернуться в Булонь-Сюрмер, где рыба будет продана с аукциона по самой высокой из предложенных цен. Булонь-Сюрмер – главный рыболовный порт Франции и второй крупнейшей по численности населения после Кале. Около 7 тысяч жителей города так или иначе связаны с ловлей, продажей и переработкой рыбы. На голосовании в британском парламенте будет решаться и их судьба.